Если некоторые элементы типа данных используются чаще, чем другие, то имеет смысл каким-то образом задать специальные функции, которые позволяют конструировать их проще. Мы не можем задавать новые дополнительные конструкторы, коль скоро тип данных описан и уже использован, мы не можем расширять его поведение. Но мы можем определить дополнительную специальную функцию, работающую как конструктор, то есть принимающую некоторые интересующие нас аргументы, а возвращающие соответствующий тип данных. Ну и, естественно, если у нас имеется тип суммы произведения, возвращающих один из элементов этой суммы. Давайте посмотрим, например. Тип данных shape, который был в ваших домашних заданиях, он имеет два конструктора данных, circle и rectangle, с разным количеством параметров типа double. Предположим, что мы часто работаем с прямоугольниками, прямоугольниками, здесь с rectangle, которые являются квадратами, то есть у которых параметры, первый и второй параметр, совпадают. Мы можем описать функцию, которая порождает объект типа shape, квадрат, по переданному туда значению типа double. Функция square просто строит прямоугольник, у которого стороны равны. Такая функция square играет роль конструктора и может использоваться как конструктор типа данных shape специального рода. Есть, правда, некоторое неудобство работать с таким конструктором. Хотя мы с вами знаем, что конструкторы это функции, и это тоже функции. Тем не менее, такого рода функции невозможно использовать для сопоставления с образцом. Таким образом, вот тот код, проверяющий, является ли наша фигура квадратом, функция square, в таком виде не может быть записана. Здесь, в месте, где мы используем сопоставление с образцом, мы должны использовать имя конструктора, а функцию здесь использовать нельзя. Для чего используются такого рода замены конструкторов? Они используются, например, для того, чтобы создавать в Haskell так называемые абстрактные типы данных. Мы можем определить в модуле некоторый тип данных, но не экспортировать его конструкторы, а экспортировать из модуля только вспомогательные функции, которые конструируют объекты нашего типа, но с определенными характеристиками. Таким образом, мы можем скрыть детали реализации типа данных, скажем, квадрата, внутри модуля, а в качестве публичного интерфейса выставить только те функции, заменяющие конструктор, которые нам удобны и полезны. Например, есть модуль, в котором у нас хранятся рациональные числа, он зовется ratio. В модуле data ratio определен тип данных rational, рациональное число. И в качестве способа конструировать рациональные числа используется знак процента. Например, если мы хотим сконструировать число 2 третьих, мы просто используем знак процента. Это оператор процент, который порождает нам дробь 2 третьих, рациональное число, вот такого вида. Рациональными числами мы можем выполнять естественные алгебраические операции. Например, 2 третьих плюс 1 шестая даст нам 5 шестых. Настоящий конструктор естественно выглядит по-другому для этого типа данных. Но он не экспортируется из модуля data ratio. Вместо этого экспортируется оператор процента, который используется для того, чтобы сконструировать рациональное число из пары целых чисел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова